ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, показываю вам пляж отеля Sea Beach Аквапарк. Четыре звезды, которые находятся в бухте Напк-бэй. Это достаточно такая ветреная бухта. Вот пляжи здесь длинные. Вернее, заход в море пологий, очень пологий и мелкий, длинный. Смотрите, сейчас показываю, как выглядит пляжная линия. Имеется в виду вход в море с берега. И постараюсь также самое еще показать вам, пройтись к понтону, где он там заканчивается, что мы можем увидеть. Вот, значит, ну и сам пляж отеля. Смотрите, как это все выглядит. Вот, значит, сейчас я вам показываю, как выглядит вход в море, если вы заходите с берега. Вот у нас такая коралловая корка. Она не широкая. Это около двух-трех метров. Ну, а дальше там будет длинный, пологий, песчаный заход. Вот, вот, люди идут метров двадцать, а там мужчине всего лишь по колено. И вот он, понтон, ребят. Сейчас мы попробуем на него зайти, ну и пройтись до спуска в воду. Кстати, по шезлонгам, они металлические, значит, матрасов на шезлонгам нету. Ну, грибочки стандартные, барьеров для ветра я не вижу, то есть, заборчиков. Их не очень много. Ну, в принципе, пляж, это не самая сильная сторона отеля Сибич Аквапарк. Сейчас мы идем по понтону. Который относится к пляжу Сибич Аквапарк. И мы сейчас пойдем посмотрим, именно, получается, там, где есть спуск в воду, какая там у нас глубина, что у нас под водичкой. Смотрите, вот справа, вон далеке. Ну, так вот, метров сто, наверное, да? Идут люди, мужчина и двое деток. Видно, что мужчине по пояс. Детки либо плывут, скорее всего, плывут. Вот, он нырнул, дальше поплыли они, видимо. Ну, опять, смотрите, ребят, там у нас была коралловая корка, пару метров. И дальше песчаный, вот, заход очень длинный и очень пологий. Это темные, это водоросли. Ну, обычные водоросли, я по ним ходил босиком. Вот, но, опять-таки, я бы рекомендовал, все-таки, если вы там ходите по таким водорослям, ну, неважно, вообще, даже если песчаный заход, лучше иметь спецобувь, потому что, все-таки, Красное море, живности тут очень много, чтобы не было каких-то проблем у вас на отдыхе. Вот мы идем, подходим к первому спуску. Тут то ли расчищено, во всяком случае, вот светлое пятнышко, вот, бирюзовой чистой водички. Там вот песочек. Ну, люди стоят, я вижу здесь по шею взрослым, ну, примерно, я так понимаю, метр шестьдесят, метр восемьдесят. Значит, глубина здесь будет где-то метр пятьдесят глубины. Тут я под водичкой снимать не буду, смысла здесь нету, тут чистое расчищенное дно. Вот, кстати, рыбка проплывает возле спуска. Все равно рыбки плавают, то есть, в принципе, это интересно. Но нету того красивого разноцветного коралла и того разнообразия рыбок. И только один положительный момент есть в этих спусках. Это то, что даже если на пляже будет висеть красный флаг, то именно эти заходы в море закрывать, скорее всего, не будут. Потому что тут у нас мелководье, оно далеко от открытого моря, и сюда практически не доходит волна, в отличие от других понтонов в этом районе. Ребят, не дошел я до конца понтона, потому что понтон очень длинный. Значит, смотрите, это, по-моему, там не менее шестиста метров, но смысла идти нету, потому что он все равно не доходит до конца этого мелководья. Вот, здесь на первом спуске я видел плавают рыбки. В общем, ну, туристам нравится. Все равно, как-никак, интересно, вот, непривычно, что здесь рядышком вот так вот спускаясь в воду, и тут уже что-то есть интересное и красивое. Сейчас я уже возвращаюсь, ребят. с понтона смысла нету до конца идти, все равно там какого-то интересного чего-то мы не увидим. Глубина, ну, мелко здесь, здесь очень мелко, ребят. То есть, с детьми хорошо, а те, кто хочет, а те, кто хотят дайвинга, ну, ребят, это не тот отель, не тот пляж. Так, ребят, вот у нас закончился пляж. Это Лес Сибич, аквапарк. Смотрите, значит, показал вам береговую линию, показал вам шезлонги-зонтики. Кстати, смотрите, как выглядит здесь пляжное покрытие. Ну, здесь вот такая вот галька, мелкая-мелкая. Это возле самой пляжной линии, возле конца берега, там, где водичка соприкасается с берегом. Надеюсь, вам было все понятно. Ну, вообще, как бы, атмосферу пляжа, и суть этого пляжа у отеля Сибич, аквапарк. То есть, ну, однозначно, это не для тех, кто хочет интересного подводного мира. В общем, вы в комментариях напишите, ребят, если вы отдыхали в этом отеле, вот, что вам понравился, пляж не понравился, когда вы отдыхали, летом или зимой. Вот, напишите это в комментариях, я обязательно почитаю, вот, было ветрено или не ветрено, ну, комфортно, некомфортно. То есть, пожалуйста, поделитесь своим мнением, мне будет интересно это почитать. Вот, ну, и не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, и жмите на колокольчик. Спасибо за внимание, пока-пока!